В том году у нас получается, что эти же собаки, питы, они забежали на мою территорию, когда моя машина заезжала во двор, у нас ворота были открыты, забегают эти питбули, нападают на моих собак, у меня дочка машинально автоматически схватила мою собаку, чтобы спасать ее, эти питбули накинулись на моего ребенка, на собаки, то есть было просто там месилово такое, благо мой муж подбежал, в общем-то отогнал, спас, буквально ребенка спас вот от этих просто опасных животных. Происшествие случилось в мае прошлого года и попало на видео. После ЧП Анжелика забила тревогу. Во-первых, собаки на самоголе, без наморников, без всего, хозяин в алкогольном наплинении, тут вот статьи за статьи, нарушение за нарушение. Как уже стало известно, еще в начале лета жертвой питбулей стала местная кошка, а 7 августа питбули загрызли соседскую собаку, и это стало последней каплей. Нам нужно, чтобы не только вот их наказали, как-то там, не знаю, штраф какой-то, штраф не спасет моего ребенка, но никаким образом. Нам нужно добиться, чтобы собак изъяли у этого человека. Жители Мервинской составили коллективные заявления в префектуру Московского района с просьбой принять неотложные меры. Избавить местных жителей от этих собак во избежание причинения вреда жизни и здоровью и привлечь к ответственности виновных. Если есть состав правонарушений, да, должны привлечь к административной ответственности, либо в судебном порядке, опять же, решать вопрос с хозяином этих питбулей. В то же время неравнодушные рязанцы уже предлагают пути решения проблемы с питбулями. В интернете мы выложили это все страшные такие вот видео, которые задрали мою собаку, да, вот в моем дворе и откликнулись нас те, кто этих собак разводит. Пришли к ним, говорят, давайте мы купим у вас, не только взять, но купим. Нет, мы их не отдадим. А сам опять не меняем их форму. Если она уже кровь попробовала, она не успокоится, она будет рвать дальше. Сейчас собакам грозит отлов и помещение в приют. Возможно, как крайняя мера – усыпление. Визуально пока нельзя понять, чипированные они или нет, и кому принадлежат. Но эта информация скоро станет доступной. Если это собаки бездомные, то у нас путь решения один. Да, это работа администрации Горда для того, чтобы этих собак, как агрессивных, собственно говоря, принимать к ним профилактические какие-то процедуры, меры. Если, соответственно, это собаки, получается, хозяйские, и мы устанавливаем то, что они принадлежат тем или иным людям, то, соответственно, уже в разряде предъявления претензий и выяснения отношений мы уже выходим к конкретным людям, которые имеют свою фамилию, имя, и уже разбираемся непосредственно с ними. В данный момент пострадавшие в любом случае могут претендовать на возмещение ущерба. И это вряд ли понравится хозяину псов. Я же ее отвезла, мне помогли, отвезла в ветеринар, значит, патолога, она там мне дал заключение, это все деньги, кремировали мы ее, чтобы собачка уже, как говорится, на тот свет ушла с достоинством. Это была единственная собака Натальи. Она прожила у нее 15 лет и была абсолютно здоровой. Хоть бы извинились элементарно, по-человечески. Подошли и извинились. Местные мужики настроены серьезно. Говорят, даже ультимативно. Если владелец Питбулей не построит плотный забор, чтобы собаки самовольно не сбегали, беды не миновать. Ночкой ходит с внучкой в магазин. И они останавливают. Несколько раз они выбегали. С ним разговаривать бесполезно. Это не человек, я не знаю, я в другой улице живу. Но это, ну, вот не дадут соврать, да? В общем, если еще раз такое повторить, вот при всех, говорю, при людях, будем стрелять. Это по-человечески. Ситуация уже на контроле всех надзорных ведомств и органов правопорядка. Грядут большие проверки. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова